В Стамбуле убит предпринимателя уйгурского происхождения Айркен Саймайте. Его имя фигурировало в громком расследовании радио «Свобода Азатыка» о возможном выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов. Журналисты Азатыка предполагают, Саймайте был связан с бывшим замглавой таможней Раимом Матраимовым. Пока это убийство обсуждается только в соцсетях. Ни власти Турции, ни власти Кыргызстана какой-либо реакции на происшествие не озвучивали. Нововведения от Министерства транспорта Таджикистана. Отныне любая организация, на балансе которой есть автомобиль, обязана покупать в Минтрансе путевые листы. Мы платим этим организациям для того, чтобы они делали какую-то полезную деятельность. Полезную для нас, не для себя. Детей из полуразрушенной школы переселили в медпункт. Медиков в бывшие классы с обвалившимися потолками. Спасать детей и медиков власти Кыргызстана пока не торопятся. Вот теперь начнутся холода. Не знаем, что делать. Надо как-то топить. Каждый день на осмотр приводят детей, есть и новорожденные. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в Бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В Турции убит Айркен Саймайти, бизнесмен, чье имя упоминается в расследовании Кыргызской службы радио «Свобода Азатык». В материале, который вышел полгода назад, журналисты Азатыка утверждают, что именно через Саймайти из Кыргызстана выведена часть огромной суммы в 700 миллионов долларов. Расследователи Азатыка высказали предположение, что бизнесмен связан с бывшим замглавой таможни Раимом Матраимовым, персоной которого в стране ассоциируется с коррупцией. Джипик Бегалиева продолжит тему. Новость о том, что в самом центре Стамбула убили Айркена Саймайти сегодня в топе читаемых. Бизнесмен, этническую игур, гражданин Китая с недавних пор проживает в Турции. Казалось бы, с Кыргызстаном его ничего не связывает. По сообщению турецких таблоидов, на Саймайти напали два человека. Они расстреляли бизнесмена, когда тот сидел в кафе. Полицейские погнались за нападавшими, но остановить их так и не смогли. Раненого Айркена Саймайти сразу повезли в больницу, но по дороге от полученных ранений он скончался. Впервые об Айркене Саймайти в Кыргызстане заговорили после расследования Азатыка. Его автор рассказал, как из страны несколько лет назад вывели сотни миллионов долларов. Следы по утверждению журналиста ведут к бывшему заместителю таможни Раиму Матраимову. Часть денег, это как минимум 250 миллионов долларов, говорится в материале Азатыка, были выведены за рубеж именно через Саймайти. Сами Матраимовы, это один из самых влиятельных и богатых кланов Кыргызстана, заявили, что никакого Саймайти не знают. Зато Финпол Кыргызстана подтвердил, что жена Айркена Саймайти в Буфулия Бумалияму переводила деньги в благотворительный фонд семьи Матраимовых. Расследование по мотивам громкого материала Азатыка Финпол не может закончить до сих пор. Неизвестно, успели ли правоохранительные органы допросить Саймайти о выводе 700 миллионов долларов. Если нет, то очевидно, что в этом деле теперь нет одного из главных свидетелей. Некоторые журналисты и политики по этому поводу подвигают свои версии. Сначала труп в машине возле аэропорта. Его тоже связывают с Матраимовыми. Теперь это Саймайти. Что это? Передел сфер влияния или сам Раим Матраимов заметает следы? Просто вопрос. В Турции убит гражданин Китая, которого назвали партнером Рейнбека Матраимова. Кыргызстан уже начал главный экспорт. Нет ни фасоли, ни органик, овощи и ни милые войлочные тапки. Международного уровня заказные убийства. Ширина Айтматова, которая недавно создала антикоррупционную платформу, напоминает, что Раим Матраимов некоторое время назад ездил в Турцию. И, по словам его брата, вроде как даже получил предложение возглавить одну из крупных турецких ферм. Пока это убийство обсуждается только в соцсетях. Ни власти Турции, ни власти Кыргызстана какой-либо реакции на происшествие не озвучивали. Правда, в каком ключе могут быть эти заявления, непонятно. Потому что Айркен Саймати гражданин Китая, гражданин Украины и формально с Кыргызстаном никак не связан. Казахстанский политик Жамбулат Мамай заявил о давлении со стороны правоохранительных органов. Ранее он был осужден на два года назад за легализацию денег БТА-банка и приговорен к ограничению свободы с пробационным контролем в три года. Однако после недавнего заявления о создании новой демократической партии, к Мамаю резко возрос интерес со стороны спецведомств. Почему Шалпан Разбеков расскажет подробнее? Повышенное внимание к личности Жамбулата Мамая специалисты службы пробации стали проявлять месяц назад. Именно тогда журналист впервые озвучил, что намерен создать в Казахстане новую демократическую партию. В начале ноября он уведомил правоохранительные органы о предстоящих встречах в регионах с единомышленниками. В ответ на это в пробационном ведомстве заявили, что теперь Мамаю необходимо отмечаться в службе не ежемесячно, как это было ранее, а еженедельно. Меня пригласили в службу пробации, предложили пойти психологический тест и сегодня мне сказали, что якобы я имею склонность к повторному нарушению уголовного закона. В минувшую субботу чиновники пришли проверять Мамая в 2 часа дня, хотя согласно установленным правилам, состоящие на контроле в службе пробации, обязаны находиться по месту жительства или регистрации с 22.00 до 7 утра. Дома политика не застали, поэтому оставили повестку. В ней говорилось о необходимости явиться в службу пробации сегодня, в понедельник. В противном случае будет ставиться вопрос об отмене в отношении Мамая условного наказания. Стоит напомнить, Жамбулат Мамай в 2017 году был приговорен к ограничению свободы, а не к условному сроку. То есть это все незаконно. То есть действия незаконные, документ незаконный, документы еще и неправильные, потому что там приведена информация, которая нет. Но это никакого отношения к соблюдению закона не имеет. Как я уже говорил, обязанностей суд в приговоре на господина Мамая не возлагал, а никаких специальных обязанностей службы пробации, кроме тех, которые указаны в уголовном исправленном кодексе, тоже устанавливать не можно. Кроме этого, правозащитник в действиях инспектора пробационной службы видит и превышение полномочий, ведь повестку может выписать только следователь или судья. Старший инспектор службы пробации занялся тем, чем он заниматься не имеет права. Он начал выписывать повестку. Дело в том, что повестка – это процессуальный документ. Повестка выписывается для уведомления лица о явке к лицу, ведущему уголовный процесс, то есть к следователю и дознавателю – это раз. Ну и еще есть такое понятие, как судебная повестка, когда вас вызывает суд. Несмотря на это, Жанбулат Мамай все же явился в указанное время в правоохранительное ведомство. Поддержать журналиста пришли и его единомышленники. Интересно, что для беседы с Мамаем лично приехал руководитель пробационной службы Полматинской области из Талдыкургана. Из Талдыкургана приехал начальник областной службы пробации, подполковник Ержегитов. Я спросил, почему меня проверяли в субботу. Я в течение двух лет состою на учете в службе пробации, и за это время меня днем никогда не проверяли. После 10 вечера – да, проверяют, дома я или нет. А Ержегитов сказал, что, наверное, сотрудники проходили мимо вашего дома и решили проведать вас. Сказал, что я никакого закона не нарушал. В Комитете уголовно-исполнительной системы на вопрос, чем связано повышенное внимание к Жанбулату Мамаю, пояснить не смогли. Ответ на официальный запрос от нашего канала выглядел поверхностным. Согласно уголовно-исполнительному законодательству Республики Казахстан, осужденный должен соблюдать определенные обязанности пробационного контроля, в том числе являться в службу пробации в установленные дни для регистрации и проведения с ним воспитательной работы. Между тем, правозащитники и сторонники Жанбулата Мамая уже составили жалобу в надзорный орган на действия пробационной службы. Они намерены добиваться привлечения сотрудников пробации к дисциплинарной ответственности. Шелпану Респекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. И прямо сейчас Жанбулат Мамая с нами на связи по скайпу из Алматы. Жанбулат, здравствуйте. Вы считаете, что пробационная служба вас беспокоит только из-за вашего намерения создать новую политическую партию в Казахстане? Или есть какие-то другие причины? Я думаю, никаких законных оснований для того, чтобы привлекать меня к какой-то ответственности по линии службы пробации нет. Это связано именно с моей политической деятельностью. Другой причины я не вижу. А как вы думаете, власти видят опасность в вас, как в будущем политике, и сейчас вас пытаются просто не допустить к политической деятельности? В Казахстане любые формы ассоциации, любые формы объединения граждан, будь то это политическая партия, политическое движение, либо какие-то профсоюзы, они пресекаются на корню. То есть авторитарная система, авторитарный режим не хочет объединения граждан, тем более по каким-то политическим идеям, по политическим мотивам. Поэтому я думаю, что власть очень сильно опасается нашей активности и не хочет, чтобы мы смогли развить очень большую сеть политической партии, создать очень мощную политическую структуру. Именно с этим я связываю это данное преследование. Жамбалат, вы все-таки можете уточнить, вот чего конкретно боится власть? Вы говорите, что боится вашей активности, но вы только создаете, зачинаете вашу партию. Что дальше? То есть мы сейчас видим, что есть огромная поддержка со стороны граждан. В первую очередь мы съездили по четырем регионам, западным регионам Казахстана, по Магистаусской, Западно-Казахстанской, Атраусской и Актюбинской областях. Получили там колоссальную поддержку. Здесь в Алматы каждый день к нам в офис приходят десятки человек, которые хотят вступить в ряды нашей партии. То есть в то время, когда в Казахстане нет ни одной оппозиционной политической партии, структуры, власть просто не хочет допустить, чтобы появилась на политическом небосклоне независимая политическая сила. Поэтому они опасаются и хотят вот сейчас на корню задавить все эти процессы. Жамбалата, каков может быть итог этого дела лично для вас? Самый пессимистичный и самый оптимистичный расклад? Расскажите, пожалуйста. Ну, я думаю, что самый пессимистичный это будет очередная посадка по политически надуманным причинам. Но я настроен оптимистично, мы готовы бороться до конца, мы готовы создавать политическую партию. Если даже я буду изолирован по каким-то причинам и посажен по политическим мотивам в тюрьму, мои соратники-единомышленники продолжат наше дело и в любом случае будут создавать в Казахстане новую политическую партию. Мы настроены по-боевому, мы настроены добиться успехов. Жамбалат, большое вам спасибо за интервью. Я желаю вам удачи, всего доброго и до свидания. Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на таджикистанскую погранзаставу «Ишкобот». На информационном ресурсе ИГИЛ сообщается, что в результате атаки убиты 10 военнослужащих Таджикистана. Власти страны официально подтвердили гибель двоих – милиционера Бахрома Касимзоды и пограничника Изатулло Латифова. Однако, по информации источников Таджикского бюро Радио Свобода ОЗОДИ погибли не менее шести человек. Это заместитель начальника заставы Диловар Толибов, пограничники Хафиз Хасанов, Ганиджон Давлад и рядовой Наим Джон Саидалимов. В Таджикистане ввели путевые листы для автомобилей государственных и частных компаний, фирм и организаций. То есть все, кто занимается перевозкой товаров или пассажиров и вообще использует автотранспорт в работе, должны покупать путевку исключительно у Министерства транспорта. Иначе им грозит штраф. Зачем ввели эти путевые листы, выяснял наш корреспондент Анаширван Ариков. Никакой пользы столичные таксисты от путевок не видят. Возят пассажиров, как и прежде. Вот только с недавнего времени раз в неделю им нужно платить за недельную путевку 72 цента. А автоинспекция чаще останавливает на дорогах, чтобы проверить наличие документа. Это создает неудобства. В основном водители такси сейчас не выезжают на маршрут без путевки. Гришники сильно достают с путевкой. И штраф высокий. Раньше рисковали, выезжали без путевки, но сейчас нет. И ГАИ, и лицензионное управление спрашивают путевки. Обязательно смотрят. Конечно, сейчас есть разница с путевкой. Не так придираются ГАИшники. По словам чиновников Минтранса, путевые листки нужны исключительно для сбора статистики по грузоперевозкам, пассажиропотоку и ликвидации нелегальной деятельности. 27% коммерческих перевозок проводятся без контроля. Частниками. Из-за этого власти якобы получают неправильные статистические данные. Чтобы не быть оштрафованными, частникам придется теперь заключать договоры с юрлицами. А значит, получать путевку. А статические отчеты зачем нужны, спрашивается. Для того, чтобы определить развитие отрасли. Чтобы определить, где в основном идет пассажиропоток, где идет грузопоток. Для того, чтобы мы могли делать проекты по реализации автомобильным дорогам. Путевки пережиток советского прошлого, считает эксперт Абдумалик Кадыров. Каждая компания, фирма, организация, частная и государственная и так ежеквартально отчитывается перед статуправлением. Теперь, с обязательными для всех путевками, несколько госучреждений просто дублируют работу друг друга. Одного источника информации властям страны всегда хватало, говорит эксперт. И этого достаточно. Если нужны какие-то еще дополнительные информации, пусть включают это в бланки статуправления. И бизнес-структуры не будут много своего времени тратить на то, чтобы отчитываться еще перед дополнительным контролирующим органом. По словам султан Мрода Ахмедова, одного из авторов идей о путевках, в последнее время в сети много говорили, что этот документ – еще один способ отъема денег у населения. Чиновник это категорически отрицает. Стоимость бланки – это совсем мизер. Совсем мизер. Все там включена стоимость выпуска бланки, услуги, которые оказываются, и услуги, которые мы обрабатываем. А больше никаких вопросов нас не касается. Стоимость путевки небольшая. Для легковых автомобилей – 72 цента в неделю. Но если умножить эту цифру на количество автомобилей, которые используют в перевозках, в месяц получается более 40 тысяч долларов, которые уйдут в бюджет управления по контролю за автотранспортом. Возникает вопрос. Если статистика нужна властям, то почему за нее должно платить население? Тем более другие налоги никто не отменял. Тот же самый Минтранс, те же самые сладоуправления, они живут за деньги налогоплательщиков. То есть мы платим этим организациям для того, чтобы они делали какую-то полезную деятельность. Полезную для нас, не для себя. Эксперт уверен, что если власти хотели бы всего лишь облегчить сбор статистики, то не вводили бы бумажные бланки, на которых можно заработать. Достаточно было бы онлайн-приложения для смартфонов. Так бы и данные собирались быстрее, и обработать их было бы легче. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Смотрите далее в нашей программе. Детей из полуразрушенной школы переселили в медпункт. Медиков в бывшие классы с обвалившимися потолками. Спасать детей и медиков власти Кыргызстана пока не торопится. Вот теперь начнутся холода. Не знаем, что делать. Надо как-то топить. Каждый день на осмотр приводят детей, есть и новорожденные. Мы продолжаем нашу программу с режиссированной по лекалам госпереворот. Так в Министерстве иностранных дел России назвали события в Боливии. Президент страны Эва Моралес, находившийся у власти почти 14 лет, объявила свои отставки. В стране пройдут внеочередные президентские выборы. С подробностями Ольга Жирносек. После сообщения об отставке президента, тысячи боливийцев заполнили площадь Мурильо в столице Ла-Пасе. Впервые за три недели они вышли не на протест, а на праздник. Да, мы смогли. Мы в конце концов избавились от диктатора. Я верю в то, что теперь мы свободны. Бог существует. Эва Моралес, который причинил столько вреда стране, ушел. Справедливость и Бог накажут его, когда придет время. Мы должны верить в новую Боливию. Антиправительственные акции в Боливии начались после президентских выборов 20 октября. Эва Моралес объявил о своей победе. С результатом около 47% голосов. При этом по Конституции Моралес не имел права баллотироваться в четвертый раз. Оппозиция не признала итогов, заявив о массовых фальсификациях. Отчет наблюдателей из Организации американских государств показал, что это мошенничество, совершенное партией Моралеса движения к социализму. Эва Моралес нарушил конституционный порядок и должен уйти в отставку. За время массовых демонстраций погибли как минимум три человека. Более трехсот получили ранения. Но в последние дни силовики заявили, что больше не собираются подавлять протесты. И предложили президенту уйти. Вскоре после этого Моралес объявил об отставке, обвинив в происходящем оппозицию. Я обязан сохранить мир. Это очень больно. То, что боливийцы столкнулись с этим, очень больно. То, что лидеры оппозиции, гражданские комитеты и другие привели к насилию и агрессии. По этой и по многим причинам я ухожу. Вместе с Моралесом в отставку подали вице-президент и спикер парламента. Временное управление страной взяла на себя вице-спикер Сената Жанин Аньес, представляющий оппозицию. Боливийская полиция заявила об аресте нескольких десятков чиновников, причастных к фальсификации. В том числе главы Центральной избирательной комиссии Марии Евгений Чоке. Она пыталась бежать в мужской одежде. В то же время Моралеса поддержали некоторые лидеры стран Латинской Америки. Президенты Венесуэлы и Аргентины растенили происходящее как госпереворот. С похожей оценкой выступил российский МИД. Вызывает глубокую озабоченность, что в течение внутриполитического кризиса в стране готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота. В октябре журналисты проекта сообщили, что в избирательной кампании Эва Моралесу активно помогали российские политтехнологи. Тем самым Москва хотела гарантировать присутствие в стране российских госкорпораций. В первую очередь Росатома, который в данный момент строят в Боливии Центр ядерных исследований и технологий. Ольга Жарносек. Настоящее время. Премьер-министр Кыргызстана пообещал отремонтировать за год все аварийные школы в стране. Амбициозными планами глава Кабмина поделился при рассмотрении бюджета страны на заседании парламентского комитета. Мухаммед Калая Балгазеев заверил, что отчисления в социальную сферу в будущем году будут значительными. К тому же помочь хотят частные лица и фонд Саудовской Аравии. В октябре представители МЧС, Госстроя, Госэкотехинспекции и Института сейсмологии проверили все школы страны. В список аварийных вошли 244 здания, а в Госагентстве строительства и архитектуры нашим корреспондентам озвучили вот такие планы по восстановлению школ. Там не в всей школе требуется новое строительство, там требуется в некоторых школах провести реконструкцию, в некоторых школах провести капитальный ремонт. А вот именно, в первую очередь надо завершить в 17 школах новое строительство. По суммам, для строительства 17 школ необходимо орентировочно 996 миллионов сумм, но это орентировочно. Что собой представляет аварийная школа, наши корреспонденты смогли увидеть лично. Дети села Колыгул несколько лет учатся в чудовищных условиях, и из-за разваливающегося здания их решили переселить в сельскую больницу, а врачи и наоборот отправили в школу. Что из этого вышло, расскажет Дарья Тимофеев. Когда заходишь в школу, сразу видно, что это очень старое здание, стены рушатся, везде трещины и пол тоже прогнивший. В этом году школе исполнилось 90 лет. Хорошего ремонта здания не видела. Проводить занятия уже давно просто страшно. Учителя кричат об этом шестой год. Ответа, построят новую школу или нет, до сих пор нет. Надеемся, что сам министр образования расскажет хорошую новость. Мы ждем. Сейчас и учителя, и ученики страдают. Им очень тяжело заниматься. В начале учебного года власти все же задумались о безопасности детей. Решение приняли не банальное. Устроили рокировку школьников и врачей. Ребята отправили учиться в местный фельдшерско-акушерский пункт. Там поместились не все ученики, потому часть все же пришлось оставить в старой школе. Учителей мало и так у нас, без того тяжело им. А теперь еще и туда-сюда бегают. Это далековато, время отнимает. Не легче приходится и врачам. Прививки малышам ставят в окружении портретов русских литературных классиков. Школа давно не отапливается, прием ведут в холодных классах. Боятся и за здоровье пациентов, и за собственное. Вот теперь начнутся холода. Не знаем, что делать. Надо как-то топить. Каждый день на осмотр приводят детей, есть и новорожденные. По решению Акима переехали сюда. Здесь нет воды. Фаб должен быть теплым, не меньше 20 градусов. Перепрыгивая через лужи и пытаясь не поскользнуться на грязи, учителя спешат на занятия ФАП. Преимуществу фельдшерско-акушерского пункта перед старой школой немного. Разве что потолок не рухнет на голову. Заниматься все равно приходится в куртках, в крошечных кабинетах. Здесь очень тесно. Нам очень тяжело, неудобно. Чтобы принести воды, мы проходим через другие кабинеты, мешаем занятиям. В местном управлении образования заверяют, что проблему решат. Но сроков осмотрительно не называют. Рассматриваем разные варианты. Мы со стороны Министерства образования поднимаем этот вопрос. Есть информация, что в ближайшее время начнется строительство новой школы. Всего в школе около 150 учеников, но с каждым годом становится меньше. Детей переводят в учебные заведения соседнего города. Родители хотят, чтобы дети учились, если не в роскошных условиях, то хотя бы в безопасных. Дарья Тимофеева, Даврана Гамбердиев, Самата Лыжбаев. Настоящее время. Азия. Кыргызстан. Сегодня на нашем канале очередная серия проекта «Азия-360». Автор программы «Аделит Бектурсунов» побывал в кыргызстанском поселке Минкуш. Неподалеку от него расположено одно из самых крупных урановых хвостохранилищ страны. Но местные жители, несмотря на опасность для жизни, эти места покидать не торопятся. Минкуш. Урановый край Кыргызстана. Смотрите на канале «Настоящее время». Я напомню, проект «Азия-360» вы сможете посмотреть сегодня на нашем канале в 22.30 по времени Бишкека и Нурсултана и в 19.30 по московскому и киевскому времени. Не пропустите. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Всего доброго. До встречи. Древнейшие поселки, по-морски, тут даже цивилизации еще, можно сказать, не было. Уже люди жили. Тут была рыбопереработка, рыбозавод простаивает сейчас. То сейчас, благодаря туризму, китайцев много ездят. Местные завязаны именно на работу с туристами. Так вот, ради моря здесь сейчас наговорим. Я сейчас иду купаться. Возможно ли нападение из Крыма на Херсонскую область? Большая дыра в границе. Почему в Крыму до сих пор работает европейская лаборатория Синева? Однозначно, это не есть то Синева, которое есть сейчас в Украине. О, по-моему, там. Как крымчане зарабатывают? На орехах? Претендент на Оскар? О чем снял кино крымский режиссер?